дорогие друзья верующие православные баптисты пятидесятники я снимаю эту картину на ваше рассуждение если вы скажете что это икона то я ее уберу друзья при вас уберу отвезу назад магазин смотрите это вот у нас я в америке живу 30 лет то есть 29 и у нас так на кухне стоит вот стол да стол вокруг стула стульчики буфет для лишней посуды да вот я люблю чайники вот так тут я люблю в мягком кресле отдыхать я себе его сюда поставила она раскладное вот там высовывается она ложится можно лечь и ножки высовывается то для ног тут холодильник мужа улыбнись тут мой муж стал мужа улыбнись вот это у нас вот примерно такая кухня смотрите я люблю слова слова больше тут написано bless our home благослови наш дом господь тут у меня тоже написано ходи верою имей надежду постоянно любви любви отдых любви людей то такие часы друзья поэтому я люблю просто где ученики иисус с учениками и картинка красивая да вот такая но у меня есть сюда картина где овощи если вы скажете что это икона я православную никогда не было иконы это образы это идолы молиться нужно богу а так как я люблю местописание конечно не троицу не не матерь божию никаких святых я не поцепила бы а это для меня это означает евангелие новый завет иисус и апостолы 12 учеников я молюсь о богу небесному это для меня просто как красивая картина что стол и они у них вечеря любви да поэтому я ее поцепила над столом но я могу поцепить такие меня висела помните меня две есть картины с фруктами вот смотрите тоже компьютерный сервант идут текст я все могу в укрепляющий меня иисусе христе и вот текст это компьютерный сервант тут тоже текста тут я смотрите дорогая картина но я на ней написала вместо писания храни меня как зеницу око твоего в тени крыл твоих укрой нас то есть мою семью и даже я подцепила фотографии моей дочери зятей и внуков это моего мужа дочка еще найдем две остальных тут тоже повесим и вот у меня тоже такая это это евангелие иисус и 12 апостолов это не матерь божия это ник николай угодник это не матронушка московская это новый завет для меня это новый завет вот смотрите также у меня тут библия на столе я ее читаю это светильничек еще где поставлю да вот где мне еще место описания а вот это смотрите псалом 138 для меня английский и русский уже родные языки одинаково так как я люблю слово божье поэтому я везде люблю тексты друзья я выросла там где мама у нас семье везде были тексты в доме тексты на любых картинках мама писала места писания вот как у меня на часах там спальне еще дорогие для меня это евангелие для меня это новый завет еще повторяю это не святые старцы которых нету в библии которым люди поклоняются и молятся для меня это просто на кухне я уже сказала да где я кушаю где мы кушаем и тут кушаешь иисус учениками вечеря любви причастие поэтому я также тут причащаюсь вот виноградный сок маца и тарелочка такая сейчас смотрите новый завет вечеря любви иисус учениками какая тарелочка простая тарелочка и тут это картина где обедают вечеряют вечеря любви картина такая иисус апостолами новый завет евангелие для меня это евангелие вот это не икона церковная не матронушка не николай угодник и не матерь божия это иисус учениками евангелие новый завет дальше я буду говорить слово о знамениях друзья давайте порассуждаем о знамениях драгоценные я говорю к тем кто знает слово божие друзья я вам буду сегодня говорить откровенно и честно верующие люди стыдно если мы не знаем писание друзья хотя бы новый завет верующий человек должен знать на из уст друзья простите я на улице у нас сегодня солнышко смотрите я тут делаю перестановку моих цветочков хочу сегодня говорить на улице дышать свежим воздухом друзья стыдно тем верующим если мы верующие пять лет и больше и мы не знаем писание нам должно быть стыдно в новом завете написано о знамениях много о последнем времени о знамениях как нам различать последнее время мы смотрим на знамения если будут войны войны между странами брат на брата если родители на детей дети на родителей и некоторых умертвят мы должны понимать что это последнее время все идет к концу пришествии христа последнее время написано в крайне распространиться пьянство воровство и убийство в крайне поэтому мы видим что это последнее время друзья теперь о знамениях есть такие знамения в библии написано в новом завете за веру бога как распознавать верующих хоть не верующих по знамениям и о крещении святым духом также озна и знамения как узнать что у нас живет дух святой бог дал нам знамения окей сейчас поговорим подробно сначала о вере написано уверовавших же уверовавших бога друзья на не написано ударенных не написано самих святых которые постят это по 40 суток и молятся день и ночь нет простых верующих уверовавших же верующих меня бог говорит будут сопровождать такие знамения что смертоносные выпьют не повредит выпить и не повредит вам и змей будете брать не повредит вам помните на апостола павла прицепилась на руку змея его сослали вместе с другими преступниками и на них у них было кораблекрушение да и они где-то там остановились потому что корабль погиб вот и они только спаслись и где-то там на острове и все вот и все военачальники и все преступники увидели как по апостол павел взял эти прутья дрова до для костра потому что они были мокрые и там было холодно и он принес прутья добавить в костер и все увидели как прицепилась ему к руке змея он ее просто так стряхнул а все ждали что он умрет и он а потом когда он не ум не умер ему прямо уже начали поклоняться прямо молиться как богу и он начал проповедовать истину друзья это это знамение которое написано в новом завете уверовавших же меня будут сопровождать все знамения если смертоносное выпить и не повредит вам и будете брать змеи не повредит вам мертвых будете воскрешать больных исцелять бесов изгонять друзья это знамение верующего человека потому что верующий человек простой христианин простой верующий вера у бога его сопровождает знамениями знаете почему а потому что мы верим в живого бога мы же не верим в образа мы же не верим в матронушку московскую или в николая угодника или в каких-то святых там которые в храме на стене висят нет мы верим в живого бога а сам живой бог он есть силе все могущие все сильные он сад он творец всего и всему и он над всем контролирует без божьей воли даже написано волос в вашей голове не упадет все богом управляется бог это сама источник силы и могущества он командир над всем он творец даже букаш букашку бог сотворил вот любой вот цветочек любой вот цветочек травка это все сотворил бог друзья бог над над злом даже сатана на небе возгорделся пошел против бога и он не победил бог него изгнал из рая и он ждет суда божьего написано что будет брошен в озеро огненное сатана и все его ангелы и все кто служит сатане сейчас это уверовавших же будут сопровождать сии знамения друзья вера вера у бога нас сопровождает за знамениями мы молимся за исцеление мы молимся за знание бесов если наших детях или в мужьях или в женах бесы да или соседка попросила или кого-то привела к нам воскрешаем мертвых иисус воскрешал все что делал иисус вот делают верующие это такая вера в живого бога живая вера в живого бога теперь написано друзья мне сегодня сестричка одна хорошая сестричка с белоруссией мы с ней переписывались друзья что я увидела последнее время вот я сегодня думаю вот я неделю уже ничего не записывал я вчера молилась говорю господь что ты хочешь чтобы я говорила в следующем видео что-то у меня ну я не могу придумать я вчера записала видео потом пересмотрела его он мне не понравилось я его удалила получается я у бога спрашиваю всегда господь дай мне слово что ты хочешь я народу передала и потом у меня уже так было вот кто-то мне пишет или звонит я беседую с сестрой или братом и у меня появляется новая тема и вчера я так так же помолилась и я слышу бог не говорит дух сято и говорит друзья я слышу моем сердце мне говорит дух сято и который живет во мне он говорит будешь беседовать с сестрой и у тебя бог даст тебе через эту беседу слову о чем ты будешь говорить в твоем следующем видео и сегодня да у нас была переписка с сестрой она спрашивала меня спасутся ли баптисты хорошие верующие не грешат служат богу исполняет все заповеди и спасутся ли они леват пойдут потому что не говорят на иных языках и и честно вам скажу у меня ответа сразу не не появился хотя я с детства с пятидесятнической семьи и я с раннего маленького детства в годика три бог дал мне уже иные языки и дар истолкования и меня не нашлось а сразу ответа я помолилась и с ней немножко переписывалась и мне пришел от духа духом святым от бога ответ многое верующие друзья поймите я сейчас никого не не собираюсь осудить я не буду сейчас сама рассуждать мне бог дал такое сегодня понимание такое откровение и такое рассуждение сестра мне такой вопрос задала да да и вот у моего мужа есть родной брат есть отец были тетя и у моего мужа 4 операции на голове на мозгах него был кровоизлияние в мозг инсульт и в США его спасли а брата и отца 50 лет не спасли там на Украине получается трепанация черепа и опухоль на мозгу или кровоизлияние в мозг и тетя и отец и брат и моего мужа дедушка у них верующий был пастырь церкви сильно верующий да они с баптистского вероисповедания почитали бога исполняли все заповеди были как все и мы остальные верующие да и сестра мне спрашивает значит до них не молились молились дедушка молился бабушка молилась верующие святые и отец и брат умерли во грехах да они были верующими баптистами да немножко отступились грешили и вот опухоль мозга и умерли их не успели сказали поздно оперировать тетя так тоже опухоль мозга умерла на старости моего мужа спасли тут в Америке трепанация черепа 4 операции в голове были неудачные потом гной и опять и опять снимали череп и опять и опять оперировали моего мужа мама верующая с детства пережила испытания за веру в бога страшные тогда в то время на Украине она молится до сих пор друзья в чем проблема молится за них один сын погиб муж бывший погиб и у этого сына моего мужа она молится за него сдвига нету никакого друзья потому что нету силы а сила божья в нас Духом Святым если не живет в человеке Дух Святой написано без откровения свыше гибнет народ мой без Духа Святого верующие молятся которые верующие и у них не живет Дух Святой со знамением говорения на иных языках написано назидая себя на святейшей верой молясь Духом Святым драгоценно кто верующий всю жизнь вот смотрите написано молясь Духом Святым насидая себя на святейшей верой как вы понимаете как вы молитесь Духом Святым у кого кто не крещеный Духом Святым то есть кто не говорит на иных языках и вы считаете что вы крещены Духом Святым скажите напишите в комментарии написана collaborative себя на святейшую веру и молясь духом святым как вы знаете что вы молитесь именно духом святым потому что написано дух святой через нас молится за нас ходатайствует за нас молитвой написано в нас ходатайствует за нас к богу к отцу взывает за нас и за наших детей и за церкви за других через наш дух святой молится написано со знамением говорения на иных языках дух святой крещение со знамением говорения на иных языках это написано в новом завете друзья если вы хотите узнать где это написано пожалуйста не ленитесь зайдите на google и напишите вот эти слова с говорением со знамением говорения на иных языках на google и напишите вам укажет место писания друзья не ленитесь потому что вы мне очень много пишите а где написано ты от себя говоришь найдите где написано друзья но вам завете написано найдите не ленитесь вы вы не знаете что даже что написано есть не знаете писание не читаете ленитесь и потом еще спрашиваете где написано и не хотите сами найти знамение веры в сопровождается знамение вера бога сопровождается знамениями крещение духом святым все провождаются также знамениями друзья говори с говорением на иных языках со знамением говорения на иных языках Как узнать нам, что мы крещены Духом Святым? Должно быть знамение говорения на иных языках. Сестричка мне ответила сегодня в нашей переписке. У нас была очень простая переписка. Мы не спорили. Бог был между нами. Мне нравится такая переписка. Мы друг другу не доказывали. Мы просто беседовали. Я поняла, сестричка тоже из баптистской церкви. Мы беседовали с между нами был Дух Святой. Была очень красивая беседа. И она спросила меня, как я думаю. Друзья, я сама не думаю. Если мне кто-то задает вопросы, я спрашиваю у Духа Святого, и Он мне отвечает, и я передаю. Она мне спросила, как я думаю, спасутся ли баптисты, если они не крещены Духом Святым. А многие считают, что они крещеные, а многие боятся говорить на иных языках. Мне сестричка сказала, боятся. А вдруг через них эти языки хули от Бога. А я ей ответила, а я не боюсь молиться Духом Святым. Я не боюсь сатану. Я не боюсь врага. Нам нечего бояться. Иисус победил. Если мы любим Бога, то как мы можем бояться говорить иными языками. Мы же сами не придумали в своем Евангелии. Об иных языках Новый Завет пишет. Со знамением говорения на иных языках. Пишет Новый Завет. Мы сами не придумали иных языков. Иные языки... А написано, если нет истолкователя, то молись дома, себе и Богу. Друзья баптисты, я к вам обращаюсь. В Слове Божьем в Новом Завете написано, а если нет истолкователя, в церкви не надо молиться. Меня сестричка сегодня спросила. Как же в церкви написано, если нет истолкователя, то не надо молиться. Молись дома, себе и Богу. Друзья, вы молитесь дома, на иных языках, себе и Богу, да? Потому что написано, что Духся, когда через нас молится, мы не понимаем, так написано, друзья, в Новом Завете, что мы не понимаем. Духся, то есть через нас молится, а наш разум не понимает, о чем молиться. Если в церкви нет истолкователя, тогда дома молись себе и Богу. Один на один с Богом. Вы молитесь, если вы считаете, что вы крещеный Духом Святым, вы дома молитесь? Духся, то есть через вас ходатайствует, вне вашего разума. Ваш разум не должен понимать, он не понимает. Друзья, написано, почему? Потому что если придет простолюдина в церковь, да, то скажут, что вы беснуетесь. Это в Евангелии написано. Так, друзья, если мы верующие всю жизнь, то мы же не простолюдина. Мы же знаем, что написано со знамением говорения на иных языках. Верующие всю жизнь, баптисты, православные, да, это вы не простолюдина, вы знаете Писание, вы верующие. Если написано в церкви не молиться, потому что зайдет простолюдина сказать, что вы беснуете, должен быть истолкователь. Не написано, что вообще не молиться. А если нет истолкователя, то не молись в церкви, а молись дома. А вы дома молитесь на иных языках? Если вы в церкви не молитесь, потому что нет истолкователя, а дома вы молитесь? Дома же простолюдина нету с вами. Друзья, стыдно, если мы всю жизнь верующие и считаем себя простолюдиной. Стыдно, если мы всю жизнь верующие и говорим плохо, говорим на тех, кто говорит на иных языках. Даже всю жизнь верующие люди, которые не говорят на иных языках, они обзывают этих верующих, которые говорят, обзывают, что они беснуются. Друзья, тогда не удивляйтесь бедам в вашей жизни. Потому что крещение Духом Святым сопровождается знамением говорения на иных языках. Так написано. Вера в Бога сопровождается знамениями. У верующих же в меня будут сопровождать сии знамения. Я уже перечитала их, да? В Новом Завете написано. Друзья, подумаем над этим. Потому что все верующие, которые не крещены Духом Святым, как вы подниметесь? Только сила Духа Святого будет поднимать нас в небо. Написано, тайна беззакония уже в действии. Но беззаконник не может прийти, пока не будет взят от среды, удерживающей его. Кто это? Дух Святой. В ком живет Дух Святой, те поднимутся, когда придет Христос. А в ком не живет Дух Святой, те верующие останутся. На переплавку, на скорби. И будут убиты, и дополняют число народа Божьего. Друзья, помните Иисус, когда воскрес, Он сказал, лучше вам, если я пойду. То я умолю Отца Моего и пошлет вам Духа Утешителя, Который наставит вас и научит на всякую истину, и будущее вам возвестит. Друзья, если вы не говорите на иных языках, и вы считаете, что вы крещены Духом Святым, каким образом вам Дух Святой, Дух Утешитель, Дух Святой возвещает будущее? Вы же не принимаете пророчества. Пророки Божьи, крещеные Духом Святым, которые говорят на иных языках, они пророчествуют, и через них Дух Святым, Духом Святым, который в них живет, возвещает нам будущее. А те верующие, которые не крещены Духом Святым, со знамением говорения на иных языках, они пойдут на суд, друзья. На суд пойдут. И Бог будет уже их смотреть на их жизнь, на их дела, как их спасти. А те верующие, друзья, православные, баптисты, там, не знаю, субботники, кто бы вы ни были, и вы считаете, что вы крещены Духом Святым, но вы насмехаетесь над теми, кто говорит иными языками, вы хулите Дух Святой. Вы злословите действия Божие, говорите, что это не от Бога, что это беснование, что это иные языки не Божии. Таким образом вы хулите Дух Святой. Поэтому беды в вашей жизни. И поэтому прощение таковым уже не будет написано. Бойтесь злословить действия Божьи через пророков, через пятидесятников харизматического движения, потому что вы не знаете, что Дух Святой через них действует. И вы нечаянно похулите Дух Святой. И не будете спасены уже. И напрасно ваша вера в Бога. Бог скажет таковым. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда вас не знал. Друзья, пусть Бог откроет ваш разум, сердце. Принять Дух Святой со знамением говорения на иных языках. И не бояться говорить на иных языках. А довериться Богу, любить Бога. А так много верующих боятся сатану, а Бога не бояться. А грешить, сплетничать, наговаривать друг на друга. Не бояться. А на иных языках молиться бояться. Друзья, это обольщение вашей веры в Бога. Она искаженная, извращенная, неправильная. Потому написано, от недостатка знания гибнет народ, мой друзья. Пусть Бог всех благословит. Даст вам мудрости. Любовь к Богу. Написано, что любовь. Если в нас есть любовь к Богу, то у нас нет демонического страха. Чего-то бояться. Я не представляю себя без духа сатого. Аминь, друзья. До встречи.